В Политехническом университете сегодня было жарко. В здании вуза на Гражданском проспекте проводили учения. По легенде, террористы залашили бомбу и взяли в заложники студентов. На место приехали полиция, пожарные, СОБР, скорая, а также службы жизнеобеспечения города. Как они сработали, расскажет Дарина Жежелева, которая неожиданно для себя оказалась в плену условного пожара. За тем, что происходит внутри здания, можно наблюдать на специальных экранах. Вот террористы ведут заложников, угрожая оружием, загоняют их в аудиторию. Пользуясь тем, что ситуация учебная, в горячую точку, без вреда для здоровья, проникают и журналисты. Через полки встать, должно быть, аспортно! Идите пеленом долларов в сумке, и наши заложники должны умирать! Периодически условные террористы забываются. Кто-то смеется, кто-то делает селфи с заложниками. Это разряжает обстановку. В остальные моменты всем действительно страшно. Голову ниже! Ниже! Тем временем СОБР уже крадется к зданию. Бойцы в коридорах и на крыше. Захват происходит быстро и очень реалистично. СОБР свою часть сценария отработал. Все расслабляются, позируют для телекамер. И условно убитые террористы, и победившие спецслужбы. Уцелевших преступников выводят под дулом автомата. Теперь в игру вступают пожарные. Террористы обезбрежены, но взрывное устройство все-таки сработало. Сейчас в здании пожар. Там остаются люди, есть пострадавшие. На место прибыли пожарные службы и МЧС. Пострадавших нужно эвакуировать из здания. Пожарные устанавливают лестницы, надувают батут. Правда, эвакуироваться подобным образом никому не позволили. Такой метод все же лучше использовать только в реальных, экстренных ситуациях. Но спасение людей из горящего здания все равно получилось эффектным. Пострадавших эвакуируют с помощью пожарной люльки. Мне тоже удалось побывать в роли одной из спасенных. Внизу уже работает скорая помощь. Возят пострадавших. А пожарные начинают разбор полетов. Уже анализируют слабые места. Оперативные установки лестниц, спасение пострадавших, работать со стволами, но этим занималась основная часть. Но все-таки нам над этим нужно работать. Окончательные итоги руководители служб подведут позже. Но зрелище получилось впечатляющее. В этой большой игре трудно было не участвовать. Дарина Жежлева, Евгений Чернов, телеканал Санкт-Петербург.